В сегодняшнем обращении мэр Таллина Эдгар Сависар попросил всех социальных работников проявлять особое внимание к положению каждого бездомного. Ведь в Вилен-Дима и Пыльцама уже произошли трагедии, когда от переохлаждения в морозную погоду скончались два человека. Но призыв к осторожности актуален не только для бездомных людей. В первые морозные деньки на улицы городов вышло немало людей, которые согревали себя горячительными напитками, что особенно опасно в холодную погоду. Ведь есть большая вероятность того, что человек потеряет бдительность и чувство самосохранения в морозную погоду. Во всяком случае, первые пациенты с разными степенями обморожения уже появились. Дело в том, что алкоголь, он сбивает терморегуляцию, и чаще всего обморожения, они случаются у людей, которые выпили. Потому что это сначала обманчивое чувство, типа, ах, да хочется шапку снять, расстегнуться, а потом как прихватит, и человек вовремя не реагирует. И поэтому обморожение, да, чаще случается у выпивших людей. Это не тот метод. Одеться нужно потеплее. Вот так вот и все будет в порядке. Но очайку горяченького это всегда полезно. Призыв касается не только социальных работников, но и простых граждан. Если они заметят в мороз лежащего на улице человека, нужно немедленно сообщить об этом в скорую помощь, полицию или соответствующие городские службы, которые сами решат, куда направить нуждающегося в помощи. Ночлежные же дома должны оставаться открытыми в любое время суток и быть готовыми оперативно принять пострадавшего и оказать ему бесплатную медицинскую помощь. Но есть еще одна проблема. Синоптики обещают в эти дни резкое потепление, когда столбик термометра может подняться до 4 градусов тепла. В такие дни резких колебаний температур некоторые граждане жалуются на недомогание. Как заверяют врачи, опасность температурных колебаний зачастую миф. А реально их ощущают пожилые люди или хронические больные. И то далеко не все. На всякий случай гипертоникам можно было бы проверить, как давление реагирует. Потому что и на резкое изменение температуры, и на какие-то психологические стрессы давление естественно реагируют. Но при этом лекарства следует принимать, вот допустим, гипертоникам не в зависимости от температуры воздуха, а в зависимости от своего кровяного давления.